Всем привет! Меня зовут Илья Яшин, я глава муниципального округа Красносельский. Правительство России инициировало пенсионную реформу, суть которой сводится к повышению пенсионного возраста. В результате этого нововведения, а законопроект уже внесен в Государственную Думу, почти 12 миллионов наших сограждан лишатся пенсий. Сегодня у нас проходит заседание районного совета депутатов, и по моей инициативе первым вопросом будет обсуждаться отношение к пенсионной реформе. Я понимаю, что тема федеральная и вопрос повышения пенсионного возраста будет решаться в Государственной Думе и в администрации президента, однако считаю, что депутаты должны защищать интересы своих избирателей, и мы просто обязаны выразить отношение к пенсионной реформе. Считаю, что пенсионная реформа, инициированная Единой Россией, это действия враждебные по отношению к гражданам нашей страны. Первый вопрос. О планах правительства провести пенсионную реформу? Мы с вами представляем в первую очередь интересы своих избирателей. Это та проблема, которая волнует сейчас избирателей по всей стране, и в Красносельском районе в том числе. Обратиться к жителям муниципального округа Красносельский с призывом активно выражать несогласие. То есть мы призываем к беспорядкам жителей нашего района. Вот я, например, читаю это так, понятно. А вы читаетесь по-другому. Тут можно разве что руками развести. Активно выражать несогласие с действиями правительства, к вашему сведению, это не экстренизм и не призывы к беспорядкам. Это гражданское право любого человека в нашей стране. На территории Красносельского района начнем беспорядки. Я понимаю, конечно, что для вас любое активное выражение позиции – это призывы к беспорядкам. А в моем понимании несогласие с действиями правительства – это законное право граждан. Вся Конституция в целом говорит о том, что люди могут иметь разные убеждения, их распространять, формировать мнение. О том же говорит и статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Давайте напишем формировать мнение, а не активно выражать несогласие. Да нет, Алексей Николаевна, не формировать мнение, а выражать несогласие. Потому что это абсолютно враждебные действия по отношению к вашим в том числе избирателям. Абсолютно вредные действия. Действия, которые противоречат Конституции, действия, которые противоречат здравому смыслу. Поэтому как-то смягчать формулировку, я как автор этого проекта не считаю нужным. 12 миллионов человек по воле вашей партии будут лишены пенсии. 12 миллионов человек. 40% мужчин не доживут до пенсии, 20% женщин. А вы не считаете, что многие будут довольны этим, что их не уволят? Потому что на пенсию прожить очень сложно, поэтому многие идут работать. И работая на месте, их никто не уволит из-за того, что они пожилые. Закон не позволит. И люди будут работать и нормально жить. Вы такую точку зрения не понимаете? Ну, Калина Николаевна, вы-то не предлагаете корректировать закон в том виде, чтобы дать возможность пенсионерам работать после выхода на пенсии с сохранением пенсии? Нет, вы же не об этом говорите. Ваши партии просто предлагают людей пенсии отобрать. Мы же огольно не можем подходить к этому. У 12 миллионов, как вы говорите, отберут пенсию. Но 12 миллионов получат больше пенсии, потому что эти люди будут один год работать. И вот эти 12 миллионов получат достаточно большую пенсию, чем сейчас. Может быть, вы тогда от своих пенсий отказались? В результате бурной дискуссии с представителями «Единой России», как вы видели, решение принято. Вот я уже успел его подписать. Таким образом, Совет депутатов Красносельского района официально считает пенсионную реформу, инициированную Медведевым, противоречащей Конституции, антисоциальной и антинародной. Мы призываем жителей нашего района, да и всех москвичей, активно выражать протест против этой реформы, а независимые муниципалитеты принимать аналогичные решения. Друзья, если вы поддерживаете ту работу, которую мы ведем в Красносельском районе, не забывайте ставить лайки под этим видео, не забывайте распространять видео в своих социальных сетях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Вы видите, здесь много интересного. До новых встреч!